И сегодня, когда я собирался утром к проповеди, у меня была готова проповедь, но я не знаю, почему в последнее время иногда такие вещи происходят, когда я вдруг почувствовал, что я должен говорить не о том, что я приготовил, Бог мне дал просто тему, которую я утром просто взял, помолился, Бог мне показал несколько мест из Священного Писания, которыми я сегодня с вами поделюсь, я просто верю, что в Слове Божьем есть сила, и когда мы высвобождаем Слово Божье нашей верой, эта сила начинает действовать и благословлять каждого, кто принимает это верой. Итак, давайте откроем, начнем, конечно же, со Слов Христа и откроем Евангелие от Матфея, пятую главу. Откроем Евангелие от Матфея, пятая глава, и прочитаем вместе с 21 стиха. И вот Иисус обращается к слушателям с такими словами. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Тут же хочу сделать маленькую заметку. Прежде всего, наш синодальный перевод, я считаю, это один из лучших переводов, отличный перевод. Но, как во всяком переводе, на земле не бывает ничего идеального. И есть несколько моментов в синодальном переводе. И вот один из них, вот этот момент, потому что в оригинале, если вы посмотрите этот текст, есть древние тексты на греческом языке, здесь нет слова «напрасно». Напрасно. Кто гневается на брата своего? Потому что, когда мы добавляем «напрасно», мы тут же понимаем, что я и есть то исключение, которое никогда напрасно не гневается, но меня всегда доводит. Ну, кто из вас гневается напрасно? А кого доводит? Поэтому ты скажешь, ну, Виктор, это же не для меня здесь. Уж кто-кто, я-то не напрасно. Ты бы пожил с моими, ты бы понял, что на них невозможно гневаться не напрасно. Поэтому давайте прочитаем без этого слова, да? И я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего, можно добавить и на сестру, вместо «напрасно», подлежит суду. Кто же скажет брату своему, рака, дурак, да, в переводе с арамейского, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, и смотрите здесь, Иисус делает вывод уже не вообще о людях, а о людях, которые стремятся служить Господу. Итак, кто принесет дар, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там, на этом святом месте, когда ты приносишь дар, наполненный мыслям к небесам, да, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Я знаю, что у нас прошлое собрание, оно было полностью посвящено отношениям, и Михаил Крюков, и Евгений Зимин говорили об отношениях. Сегодня я не знаю, по какой причине, может быть, кто-то был в прошлое воскресенье и не понял до конца, а может быть, кого-то не было. Но я хотел бы продолжить именно то, о чем они говорили. И вот посмотрите, драгоценные, вот вопрос, что делает нас счастливыми? Я читал разные результаты опросов, которые проводились и за рубежом, и у нас в стране, и подавляющее количество людей убеждено, что счастье заключено в том, насколько ты богат, то есть насколько у тебя высок уровень материального благополучия. То есть люди стремятся, вот он счастливый, счастливый человек, и хотя там же еще есть одна картинка, хотя мы иногда понимаем, что порой как бы не в деньгах счастья, но все равно давай на первую картинку. И мы видим богатых людей по тем же опросам, но не у нас в стране, а в Америке, что один из самых высоких процентов самоубийств среди долларовых миллионеров в Америке. Как бы мы понимаем, да, не в деньгах счастья, но все равно, все равно, что тебе нужно для счастья? Да немножко бы, мне пару миллионов, и я вообще счастливый человек, ребят, не узнаете меня, да? И другие тоже на втором месте по опросам, что же нам приносит счастье? На втором месте это известность, успех, слава, да? И думаешь, какой образ счастливого человека? Вот, вот, вот это счастливый человек, да? Еще одного, покажите нам, счастливый, вот у нас, вот, вот у нас тигренок один счастливый есть, да? Вот счастливый, и думаешь, на его месте должен быть я, пастор, вот с этим букетом цветов, вот в прожекторах, обожаемый всеми людьми, вот он, вот он, он наш счастливец, наконец-то, да? Вот, а когда мы порой видим, что эти порой счастливцы там и в психиатрических больницах лежат и прочее, то есть, как бы, то, как человек себя ведет на сцене и в жизни, это же порой разные вещи, да? Особенно вот на тех сценах, когда ведут, хотя и на этих тоже часто бывает такое, вот. То есть, мы как бы, вроде бы, где-то понимаем, что, ну да, не в этом бы счастье заключено, вот. Вот, а в чем, а в чем тогда? И вот, вы знаете, я некоторое время назад наткнулся, ну, как наткнулся, я думаю, не случайно наткнулся на одно исследование, исследование жизни людей с самого детства и до глубокой старости. Оказалось, что в свое время, в 30-е годы, Гарвардский университет, ну, можно сказать, самый известный в мире университет, сделал такое исследование, которое на сегодняшний день продолжается уже около 90 лет. Это считается самое длинное научное исследование, известное нам. Почему? Потому что обычно, когда начинают какие-то исследования долгие, то редко доходят до 10 лет. Либо большинство участников выбывают или умирают, либо исследователи, что-то с ними происходит, теряют интерес. Ну, в общем, долго они не длятся. Так вот, это исследование уже длится 90 лет, его все как бы хотят закончить, но все еще продолжают. 90 лет. Оно началось в первой половине, как я сказал, 20-го века. Вот, и исследовали около 800 людей, 800 человек. Задавали им вопросы про личную жизнь, про здоровье, про работу. И вот так вот, из года в год, из года в год. Каждые два года они получали анкеты, такие толстые анкеты, где они должны были ответить подробно на все вопросы. Помимо этого, и также исследовали их здоровье, брали у них там какие-то анализы, кровь, прочее, прочее. То есть, вот было бы такое исследование, делали опросы не только у них, у их знакомых, у их друзей и у членов их семьи. Фиксировали все. Свадьбы, разводы, рождение детей, карьерные росты, падения, депрессии, запои. Все-все исследовали. Причем, взяли две категории людей. Первая, это были молодые студенты Гарварда, то есть, как правило, люди из обеспеченных таких семей. И другая была категория, большая, из бедного района Бостона, где живут, как правило, небогатые люди. Небогатые люди. Так вот, драгоценное, уже за время этого проекта уже сменилось несколько руководителей проекта. И до сих пор живо около 50 участников проекта. Большинство из них уже за 90 лет. Сейчас это исследование продолжается, и сейчас исследуют около 2000 детей уже, участников проекта. Вот, и когда проект начинался, никто не знал о будущем этого проекта. Никто не знал, кто кем станет. И на самом деле жизни у всех пошли по-разному. Кто-то там стал адвокатом, кто-то стал врачом. Один даже участник проекта стал президентом США. Это единственный участник проекта, чье имя рассекречено, потому что у всех других засекречено. Это Джон Фиджераль Кеннеди. Он был тоже среди тех студентов, которые участвовали в проекте. Вот. И другие наоборот, как бы если у кого-то карьера и жизнь пошла вверх, у других пошла вниз. Кто-то стал алкоголиком, спился. Кто-то вообще докатился до ситуации бездомного человека. Одни поднялись снизу вверх, другие наоборот, деградировали сверху вниз. Вот. И после вот этих десятилетий проекта они пришли к интереснейшим выводам, о которых, конечно, мы не будем, да и нет смысла говорить здесь. Но я поговорю, наверное, о главном выводе. О главном выводе, о котором сегодня говорит нынешний директор проекта Роберт Волдингер. И вот Роберт Волдингер сказал, что вот главное, что я понял, мы пришли к трем важным урокам. И вы знаете, что интересно, все вот эти три важных урока, вроде бы современное открытие, но на самом-то деле об этом уже давным-давно сказано в Священном Писании. Об этих выводах, известное Слово Божье. И первый вывод, к которому они пришли. Взаимосвязь с людьми самая полезная вещь для человека. Взаимосвязь. Роберт Волдингер, он так и говорит, одиночество отравляет и убивает. Они заметили, что те, у кого связь с семьей, с друзьями, с родными, крепче, те счастливей, здоровей и живут намного дольше одиночек. Одиночки себя чувствуют менее счастливыми, здоровье хуже, продолжительность жизни короче. И очень интересно, что глубоко одинокими людьми в этом мире считают себя около 20%. Я не думаю, конечно, что здесь все-таки мы верующие. И у нас как-то должна жизнь отличаться, потому что мы не от мира сего. Но я абсолютно убежден, что здесь сейчас есть люди, которые считают себя глубоко одинокими людьми. И что интересно, мы порой пытаемся компенсировать нарушение наших связей с людьми тем, что выстраиваем взаимоотношения с Господом. Нам кажется, что да, с людьми у меня не получилось, люди меня не поняли, но вот он-то меня поймет. И мы как бы компенсируем, не понимая, что Слово Божье нам показывает отношения с Богом, связанные напрямую с нашими взаимоотношениями с ближними. Не случайно Иисус, когда у него были вопросы про закон, говорил, ребят, весь закон заключен в двух вещах. Возлюби Господа Бога твоего, да, всем сердцем, душою, крепостью и разумением. И вторая, причем хотя он сказал вторая, но он сказал не меньшая, потому что не бывает первой без второй, а второй без первой. Они связаны, это как бы две грани одного целого. Вторая, возлюби ближнего своего, как? Как самого себя. И вот посмотрите, откроем книгу Экклезиаста, четвертую главу. Очень часто это местописание цитируют именно, когда говорят о семье, но здесь не сказано в прямой о семье. Это сказано вообще про жизнь человека, да, Экклезиаст, четвертая глава, девятый стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял его. Также, если лежат двое, то станет тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое, скрученная, нескоро порвется». Вы знаете, когда мы говорим часто с пастырами, когда у нас бывают пастырские встречи, вот скоро у нас опять будет Малый Собор, в этом году он будет в Санкт-Петербурге. Когда общаемся с пастырами, очень часто в разговорах возникает тема онлайн-церкви, то есть церкви через интернет. Сегодня такое время, мы так все загружены, так много дел, что как бы церковь, посещение собраний превращается в еще одно дело. Люди и так устают, им хочется в их одной день как-то отдохнуть, расслабиться. А они должны собираться, они должны там одевать детей, брать своих родных и ехать в церкви. Как бы еще дополнительное дело, не проще ли остаться дома, где ты можешь просто там в своем халатике, в тапочках, особо не напрягаясь, сидеть перед экраном телевизора. Благо сегодня есть камеры и наше собрание сегодня, прямо сейчас вещается через интернет. Что интересно, у нас на сегодняшний день интернет зрителей больше, чем людей, которые присутствуют реально, а не виртуально. И может быть делать на этом акцент. Уже церковь дойдет до того, что пастыр будет выходить на сцену, будут первые несколько рядов лидеров для картинки, а там будет пустой зал. Я буду говорить в основном на онлайн-аудиторию. И некоторые абсолютно убеждены, что именно в этом заключено будущее. Вы знаете, я не хочу рассматривать перспективы онлайн-церкви, потому что, ну, логически рассуждая, вроде бы все к этому и идет. А потом, наверное, техника уже до того дойдет, что у тебя дома уже будет 3D, ты будешь сидеть на диване, и такой голографический Виктор Судаков будет стоять перед тобой. И все будет как бы виртуально. Может быть, чисто логически и технически все к этому и идет. Но я вам скажу честно, я не хочу быть пастыром такой церкви. Потому что, я думаю, мы так все раздроблены, мы так все с вами разбиты, каждый там где-то сам в себе. И возможность, когда мы можем собраться все вместе, не виртуально, а реально потрогать другого. Посмотри вот на ближнего. Ты можешь его коснуться? Можешь ему улыбнуться? Можешь его потрогать? И вы знаете, что важно? Оказывается, на счастье это влияет не меньше, я скажу вам, больше, чем прекрасный проповедник здесь на сцене. Я могу тут всякие истории рассказывать, смешные, там веселить, и все будет классно, да? Но, поймите, богослужение отличается просто от тренингов. Мы не просто друг друга здесь пичкаем знаниями и учим. Вот в Библии так написано, давай, давай, давай. Суть церкви, это же не просто место, как бы лектория такого. Это место взаимоотношений. Поэтому, драгоценное, мне так печально, когда сегодня мы видим сложности в служении домашних групп. Я понимаю логически, в чем сложности. Пастор, так трудно, так тяжело. Ну, в воскресенье мы можем даже вырваться. Но кто на домашние группы? Зачем они нужны? Ну, там часто повторяют проповеди воскресные, там вот разбирают проповеди воскресные. Ну, зачем? Мы и так, нам достаточно пищи. А не хватает, зашел там на ютуб кучу, еще проповеди посмотрел, и не из нашей церкви, и из других церквах, из каких только можно сегодня. Благоценное, в сегодня информационное время мы можем получать информацию, в том числе библейскую, даже не посещая богослужения. Но чем ты заменишь взаимоотношения? Это настолько важно, когда мы встречаемся, скажи, зачем домашние группы? Да, для взаимоотношений нужны они. Когда мы встречаемся, когда мы можем общаться, суть не просто услышать величайшее откровение, которое преобразит твою жизнь. Суть в том, чтобы соприкоснуться друг с другом, почувствовать. Вот что нам нужно. Вот что нам нужно. Поэтому я и говорю, драгоценный воскресный день Господу. Так написано в Библии, седьмой день, а? День. День, не час, не два часа. И это время не просто богослужения. Зачем нам нужно здание? Так только для богослужения на пару часов мы же могли это все арендовать, да? Ну, трудно, конечно, но для того, чтобы это было наше, мы бы не торопились. Мы бы могли встречаться после собрания. Почему я говорю, не торопитесь? Мы там пытаемся, вот служители знают, мы разбираем, как лучше кафе нам сейчас организовать. Как лучше спланировать вот так, чтобы люди здесь общались. Почему я говорю там на неделе, где-то ты в центре, договаривайся, приезжайте здесь. У нас есть столики, у нас есть здесь места. Общайтесь здесь, потому что церковь – это место взаимоотношений. Никогда виртуальные там общения или виртуальные служения, виртуальные проповеди не заменят реальных взаимоотношений. И это тебе нужно для счастья больше всего. Больше всего. Не случайно, смотрите, здесь мудрый экклезиас говорит, да, двоим лучше, нежели одному. Один упадет, другой поднимет. Одному холодно, двоим тепло, да. Одного начинают побеждать, двое смогут устоять, да. И нитка втрое скрученная. Два, 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 и тут три. Нитка втрое скрученная. Это секрет. Какие же взаимоотношения? Дух, душа и тело. Когда у нас есть духовные связи, мы служим нашему Господу, мы поклоняемся Ему, мы ощущаем некую духовную невидимую связь. И она самая главная, это то, что нас объединяет. Но помимо духовной связи должна быть душевная связь. И поэтому тут именно важны не только общие богослужения, где у нас единство Духа, да. Потому что люди не едины Духом, долго не останутся в церкви. Но нам важна душа, а душа, мы разные люди. Кто-то любит спорт, мне их не понять, кто-то любит музыку, может быть тебе его не понять. Кому-то нравится культура, кому-то нравится еще. И мы как раз можем иметь друзей, в том числе в церкви, на домашней группах, где бы мы могли встречаться и общаться. У нас рак, кому-то нравится ездить на рыбалку, кому-то наоборот нравится посещать филармонии, оперные театры. И важно не просто посещать оперный театр или ездить на рыбалку. Важно, когда у нас есть взаимоотношения, понимаете? Душевная общность. Поэтому здесь говорится не просто о семье, а вообще о дружбе. Важно, чтобы у нас были друзья. Скажешь, пастор, у меня нет друзей. Что пишет Писание? Что говорит Писание? Хочешь иметь друзей? Сам будь каким? Дружелюбный. Работай над собой. Работай над собой. Скажешь, я по характеру такой интроверт, закрытый человек. Я вам скажу, я тоже интроверт. Да, и за то, что я на сцене, значит, что я экстраверт, интроверт. И у меня нет много друзей. Но у меня есть люди, с которыми у меня есть... А они, может быть, не так часто, как я бы хотел. Но есть люди. Есть. У тебя должны быть такие люди, с кем ты мог бы строить взаимоотношения душевные. И третье, да, дух, душа, тело. Физический уровень. И тут опять-таки, как я говорил, важно, когда мы можем видеть друг друга, когда мы можем сидеть все вместе и ощущать некое единение, даже чисто на физическом уровне. Поэтому я люблю на собраниях, когда мы не просто молимся, а мы берем руку ближнего. Ведь, по сути, духовно мы можем и без этого ощутить единство. Но это важно. Когда ты вот чувствуешь невиртуального, почувствуй, невиртуального, а реального брата, реальную сестру, реальную сестру. И мы никогда не должны это сделать формальным. Когда есть духовное единство, душевное единство и физическое, ты никогда не будешь одиноким человеком. Второе. Второе. О чем говорит директор проекта Роберт Уолдингер. Смотрите. Дело не только в том, сколько у тебя есть людей вокруг. Или семейный ты, или не семейный. То есть, стоишь ли ты в паре. А в качестве отношений с людьми. И мы все понимаем, что можно быть одиноким и в браке. Можно ощущать глубокое одиночество среди большой толпы. Я думаю, все вы ощущали, как порой много людей, а ты совсем одинок. У меня несколько раз в жизни были. Помню, однажды, когда пригласили на один прием в Екатеринбурге, там, где были всякие шишки, там, директора заводов, ректоры вузов. И они как-то все друг друга знают. Я помню, я пришел туда, я никого там не знал. Ну, не знаком я был ни с одним директором завода, ни с одним ректором нашего вуза екатеринбургского. И там они как-то общаются, какие-то известные политики там были, мэр города и все. А ты такой стоишь на этом фуршете с этой тарелочкой. Людей куча, а поговорить не с кем. Одинокий ты там. И вот часто люди чувствуют одиночество. И когда ты в таком состоянии, у тебя одно желание побыстрее уйти с этого светского мероприятия. Почему? Да потому что какая бы ни была там еда, а там очень хорошая была еда. Я ее попробовал. Ну, зачем тебе еда без общения, без отношений? Мы иногда говорим там, вот, соберемся в сауну. Ой, да я что? А что сейчас в сауну ходить? Сейчас каждый дома может попариться, а? Так мы не ж для того выходим, чтобы попариться. А для чего? Для общения. И тут важно не просто, я говорю, там, ну, там, у меня семья, там, или там, домашняя группа. Почему умирают домашние группы? Да потому что люди есть, вроде в Бога верят, а реального общения-то нет. И некоторые лидеры домашних групп думают, что их миссия быть голосом с небес. Ваша миссия построить общение хорошее. Вот. Это будет важно, это будет чрезвычайно важно. важнее, чем какое-то великое откровение, которое вы там расскажете о вашем сне, которым недавно Господь вам показал. Вот. И ученые говорят, что жизнь в состоянии конфликта крайне вредна для здоровья. конфликты пагубно влияют на участников. И даже пришли к такому выводу, что семьи, где постоянно вот хуже влияют на членов этих семей, чем даже разводы. Развод-удар, но когда люди не разводятся, живут, но не решают, но не решают свои проблемы, то у них ужасно, ужасно бьет по ним. Я думаю, каждый переживал подобное. У нас с Дианой некоторое время назад, вы знаете, что я честно, я не пытаюсь из себя строить того, кем я не являюсь. Некоторое время назад мы были в конфликте, наверное, одной из самых долгих конфликтов, когда это не днями, а неделями длится. Вот просто не разговариваешь друг с другом. У вас бывало такое, у кого-нибудь, у семейных, когда вы не разговаривали друг с другом долго? Или я один грешник здесь пришел? Все-таки, пастор, о чем ты говоришь? И вот вы знаете, я ощутил в конце себя настолько истощенным и настолько подавленным, хотя ничего плохого вот в моей жизни, в событиях, в происшествиях не было. Ничего плохого. Но я вдруг в конце понял, что то, что я хочу, я хочу умереть. Уже всю жизнь закончилась, миссия закончилась. Как пастор, да тут делать и делать. А зачем все это, если между самыми близкими людьми нет единства? То есть ты имеешь, помните, как Господь сказал, горе тому, кто приобретет весь мир, а душе своей повредит. То есть можно быть успешным, можно быть победоносным таким, но при этом внутри совершенно больным человеком, потому что нет взаимоотношений. И одним из ярких примеров вот таких вроде бы продуктивных, но несчастных людей был знаменитый проповедник, основатель методизма 18 века Джон Уэсли, который много ездил на лошади, много проповедовал по всей Англии. Он, по-моему, только Ирландское море пересекал около, более 40 раз в то время, но у которого были ужасные отношения дома с женой. И там некоторые друзья приходили домой, увидели, как его жена таскает за волосы по полу эту глыбу христианской истории. Мне даже иногда кажется, что он, наверное, потому так много и путешествовал, чтобы дома пореже бывать. Скажешь, пастор, получается, плохая семья – стимул для миссионерства? Но я тогда думаю, милые мои, окей, мы можем много правильных слов наговорить на человек, который поссорился со своей женой и поехал говорить правильные слова. Он что понесет? Правильный дух или неправильный? Неправильный. Поэтому столько людей, которые выходят на сцену в церквах и говорят правильные слова, цитируют Библию. А жизни-то ты за этом не чувствуешь? Потому что важно не просто правильно говорить. За нашими словами жизнь стоит. Когда поднимаешься сюда, поднимаешь, Бог желает тебя использовать не просто наговорить всем. Да зачем вам это? Вы можете и дома Библию почитать. Дух, который бы нес исцеление, нес благословение. Когда вот побыл на собрании, да, и вроде бы почитали места из Библии там, во время проповеди, которые ты сто раз читал, а после собрания чувствуешь себя, как на крыльях. Переживали такое? Что произошло? Да как будто Бог наполнил тебя. Через места из Библии, которые ты сто раз читал, до этого Бог коснулся тебя, наполнил тебя жизнью, радостью, любовью, гармонией. И вот ученые Гарвардского проекта, они, знаете, определили что? Что люди не просто долго живут, которые в хороших отношениях. Они исследовали участников проекта, которым было 80 лет, и на их здоровье. Они сравнили это с периодом, когда они были в середине проекта, то есть примерно 40-50 лет. Так вот, смотрите, у них были все данные о участниках проекта в 40 лет, и вот они видели данные, когда им 80 лет. И смотрите, оказывается, на уровень здоровья 80-летних повлиял больше всего, даже не уровень холестерина в 50 лет, и не то, что с ними было в 50. Наиболее счастливые в отношениях, 50-летние в отношениях были наиболее здоровыми в 80 лет. Отношения повлияли. Люди с хорошими отношениями не теряли радость, даже когда проходили через сложные периоды. То есть у тебя трудности, а трудности есть у всех. Ведь вопрос счастья, это же не вопрос удачи. Мы все проходим через сложные периоды, но одни проходят через сложные периоды и хранят радость. Семья проходит через сложный период одна и еще ближе становится, а другие проходят через сложный период распадаются отношения. Почему? Да потому что драгоценное, когда человек имеет гармонию и проходит через сложности, проходит через трудности. Да, сложно, да, трудно, но счастье не теряется, потому что счастье оно где? Вокруг? Царство Божье. Внутри вас. Ты ощущаешь внутри эту гармонию, и это помогает тебе пройти через сложный период. А когда вот этого нет внутри, нет отношений, то у тебя помимо сложности в твоей работе, карьере или еще в каких-то жизненных вещах накладываются еще трудности, эмоциональности, опустошенности. И тогда вообще жить не хочется. Вообще жить не хочется. Я до сих пор помню историю, которую моя бабушка, знаете, моя бабушка, она уже ушла к Господу, она была профессора медицины, и она именно занималась акушерством, маленькими детьми. И она нам как-то с Дианой рассказывала о вот этом периоде послевоенном, когда огромное количество детей оставались сиротами, потому что родители погибали, там кто-то на фронте. Было много детей, и детские дома были переполнены, и наблюдалась так называемая беспричинная смерть детей. То есть дети ко многим не могли просто физически подходить. И вот дети, которые лежали, и они знали, вот вроде бы маленький младенец, что он еще знает? Но когда младенец понимает, плачь, не плачь, кричи, не кричи, к тебе никто не подойдет, то, казалось бы, здоровые дети внезапно умирали. Одиночество. Вот это ощущение одиночества, хотя потом исследовали их тело, но не было причин. Одиночество может приводить даже к физической смерти у младенцев. Насколько это опасно? Насколько опасно? И когда мы приходим к Господу, нам кажется, вот мы пришли к Господу, и все, Бог нам заменяет все. Бог нас не уводит от жизни в некий, опять-таки, виртуальный, духовный мир отношений с Ним, когда ты уже все-все, никто мне не нужен. Да нет. Бог нас не от мира уводит, Бог нас наполняет любовью и силой, чтобы мы жили в этом мире, но уже с гармонией, с радостью и счастьем. Поэтому он и говорит, если вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, не продолжай дальше усиленно кричать в небеса, а помирись. Потому что то, что делает Господь, ему, помните, ему же что нужно? Милость или жертва? Милость. Милость превозносится над судом. Бог говорит, милости хочу, а не жертвы. Он сказал, что он меня очень обидел, и я не напрасно разгневался на него. Не напрасно. Да всегда напрасно. Всегда напрасно. И вот смотрите, об этом пишет еще один апостол, Петр. Первое послание Петра, Третья глава. Обращение к мужьям. Так и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Казалось бы, какое препятствие? Бог, я хочу к тебе, у меня такие с тобой прекрасные взаимоотношения, я собираюсь еще их улучшать. Но как ты их улучшишь? Отношения с Богом напрямую связаны с отношениями с ближними. Да, и когда у тебя плохие отношения с близкими людьми, потом начинаются проблемы и в твоих общениях. Поэтому нередко люди себе надумывают, вот в чем характер лжедуховности, когда люди пытаются компенсировать отношения с людьми отношением с Господом. И они это компенсируют, и приходит как бы лжедуховность, надуманность. Потому что настоящая духовность, она через тебя к людям идет. И не может не исцелять взаимоотношения. Не может исцелять взаимоотношения. Когда в действительности у нас вот трудные отношения были. Я помню, как-то вот Диана была здесь в центре на репетиции, и они были с Алисой. Я думаю, съезжу за ними, заберу их на машине. Поехал. Что-то мы созвонились, не поняли друг друга. Ну, точнее, они не поняли меня. Они не поняли меня. И я еду такой, да. А поехал так, чтобы улучшить отношения. Понимаете? Думаю, вот чтобы увидела жена, какой у нее муж-герой. Он прямо вот все бросает дела и едет за ней на машине через весь город просто во время часа пик. Какова любовь. Вот. Едет на машине. Я помню, поехал. И мы договорились. А сейчас в центре сложно, да. А тут еще у нас какие-то гости приезжают. Что-то тут у нас то перекрывают все время в городе. Да, у нас же тут какая-то... Мы готовимся вообще к грандиозному событию, ради которого наш город, в принципе, и был основан в свое время, я так понимаю. Вот. Мы все настолько готовимся, что сейчас уже как бы... Вот это событие, которое у нас будет в следующем году, да. Вот этот чемпионат мира по футболу. Да, вот как готовимся. И как бы сегодняшняя жизнь людей в нашем городе сейчас не важна вообще ни для кого, понимаешь? Ну, постоишь пару часов в пробке, не страшно, главное. Вот. Вот. Я помню, ехал, там какие-то пробки, и там, где можно стать, нельзя стать, а там, где нельзя стать, что-то можно стать. Мы договорились. И что-то, как я говорил, они меня не поняли. И мы разминулись. И я там не туда... Они не туда пришли, я там не туда. Мы там встречались. И, короче, когда они зашли, наконец, сели в машину, я такой был раздруженный на них. Я все сказал. И, короче, это не улучшило вообще отношения, их только ухудшило. Почему? Да потому что важно не то, что ты в браке, важно качество взаимоотношений. Качество взаимоотношений. Вот что важно. И когда ты поймешь, что... Очень нравится, как Григорий Померан сказал, что характер полемики важнее предмета полемики. То есть, как ты общаешься, важнее того, о чем ты говоришь. Люди часто думают, что мы должны что-то доказать другому. Да, милые мои, намного важно иметь мир. Когда мы говорим о счастье, как звучит по-гречески счастье? Кто помнит? А? По-гречески счастье. Никто не помнит. Как будто мы не в Греции. Макариус. Помните же? И как у нас переведено в синодальном переводе это Макариус? Блаженный. Блаженство. Так смотрите, сколько заповедей блаженств, счастья, связаны именно с чем? С взаимоотношениями. Блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут. Где, как не в семье, нужна милость, а? Кто больше жены грешит в жизни? Я не знаю, кто. И ты скажешь, пастор, у меня такая жена столько всего делает. Но Бог тебе дает милость. Блаженны миротворцы. Помните, да? И оба они будут наречены сынами Божьими. То есть очень многие заповеди связаны именно с нашими отношениями. Отношениями. И потом, такие часто мужья, наверное, наорал на жену, наподдавал детям, пошел молиться к Господу, утешителю. И Бог тебя не утешает. Почему? Иди помирись. Не могу, потому что гнев мой не напрасен. Помилуй. Помилуй. Блаженны милостивы. Счастливы милостивы. Помилуй. И тогда на самом деле ты ощутишь и его присутствие в твоей жизни, в твоей семье. И жить будешь долго и счастливо. Об этом Библия говорит, об этом современное Гарвардское все исследование. Об этом. То есть вы понимаете, когда Библия говорит о семье, это же не просто вот какая-то нам дополнительная нагрузка, это источник счастья, насколько мы его используем. Потому что семья, где постоянная атмосфера, это шторм, буря, землетрясение, вот эта семья, она истощает. Не для этого же. Поэтому смотрите, Петр, вот я остановился, да? Мужья, еще раз, седьмой стих. Мужья, обращайтесь благоразумно, как с немощнейшим сосудом. Оказывай честь к сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте. Смотрите, и дальше, чтобы мы не поняли, что здесь только о семье. Скажешь, пастор, а я вот не женат или не замужем. Ну вот, что мне делать? Для всех важно. Наконец, будьте все единомысленные, сострадательные, братолюбивые, милосердные, дружелюбные, смиренно-мудренно. Все это, вот каждая черта необходима именно для наших взаимоотношений. Кажется, Петр, ты что-то не о духовных вещах пишешь. Нам-то интересно, как Бога познать. А Петр тебе об этом и говорит. Как Бога познать? Да очень просто. С ближними будь единомысленный, сострадательный, братолюбивый, милосердный, дружелюбный, смиренно-мудренный. Дальше. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Сколько в жизни вот таких ситуаций, да? Вот едешь на машине, да? И вот, вот я не знаю, вот в нашем городе, как сейчас очень много переделывается в дорожном движении, сейчас у нас же все какие-то правила, да? И вот сейчас обычно левый ряд, он всегда налево, да? А вот какие-то боковые, прямые, бывают, вот едешь, а кто налево, там мало машин, потому что никому надо все прямо. И сколько людей они едут по этому ряду и пытаются встроиться. И вот бывает, едешь, едешь, и кто-то там объехал, типа он быстрее всех торопится, Ему прямо, он там самый важный, вот. И встраиваться, прямо подрезает тебя. И ты едешь за рулем и хочется так его благословить. Бывает, изнутри такое слово поднимается, а? Бывает такое? Вот запомни, вот каждый раз, когда такое происходит, и ты с этим не работаешь, ты воруешь, не у него, у себя счастье. Счастье у себя воруешь. То есть, мало того, что тебя подрезали, он тебе еще счастье своровал. Представьте себе, двойное зло. Поэтому так важно, когда, вот, когда нужно прощать, да когда к тебе несправедливый, когда нужно благословлять, часто, когда подло себя ведут в отношении тебя. и вот вы знаете, не держать зло внутри, не отравлять самого себя, а благословлять. Ну, не в плане, там тебя подрезали, и ты так, да благословит тебя Господь. Знаешь, так, с таким чувством, что, ведь, ведь суть благословения, не в самом слове, там, благословение, суть в том, что стоит за этим. Когда ты говоришь, да благословит, ты, ты какие вибрации посылаешь, а? Ты, ты что это, ты думаешь, так благословляешь? А потом через некоторое время смотришь, он там в аварию попал, думал, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты не благословлял. Ты не благословлял. Сколько вот, в интернете есть такие ролики, когда там кто-нибудь наглеет, потом попадает в аварию, и там, знаешь, вот это, все говорят, настигла карма. Что посеял, то и пожал, по-христиански говоря. И мы часто радуемся этому, не понимая, что, ну, 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 попал он в аварию, ты что, счастливее из-за этого? И когда вот эти, знаете, как бы, корова у соседа сдохла, мелочи приятны, и вот когда вот, вот мы живем по такой философии, да, мы, мы что, счастливее становимся из-за этого? Плоти может быть и приятно, плоть радуется, плоть любит читать гадости про других, поэтому желтая пресса всегда популярна, плоть любит раскрывать уши для самых негативных сплетен, только ты пойми, это не просто рассказы о ком-то, может быть, в чем ты и справедливый, это отравление и обворовывание тебя самого, ты в чем живешь? Ты в чем живешь? Поэтому он говорит, не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательством, даже когда тебя кто-то подрезал, если бы были тогда машины, написал бы апостол Петр, напротив, благословляйте, зная, к чему вы призваны, ты знаешь, к чему ты призван? Благословению, чтобы наследовать благословение, ибо кто любит жизнь, и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла, и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла, и делай добро, ищи мира, и стремись к нему. И третий вывод, к чему пришли ученые этого гарвардского знаменитого исследования, хорошее отношение укрепляют не только тело, но и мозг, наше мышление. То есть, если вы думаете, что наша суть просто долго прожить, и как бы худо-бедно сохранить вот эту плотяную хромину, ну, будешь ты жить долго. Вы знаете, сколько бывает, видишь, людей, которые вроде бы долго живут, да? Вот недавно говорил с одной женщиной, уже пожилой очень, за 90 лет которой, вроде живет, и все нормально, и все разговоры, когда же я умру, жить надоело, устало, ничего не помню, всех путаю. Я бывает столько вижу людей пожилых и при этом опустошенных. Поэтому важно же не просто долго прожить, а иметь полноценную жизнь. Ведь недаром говорят, что старость – это же не годы, это внутреннее состояние. не просто долго, полноценно жить, благословенно жить. Так вот, когда вам за 80, то хорошие отношения, пришли исследователи, они помогают сохранить память, трезвый рассудок и внутреннюю радость. А у одиночек проблемы с мышлением, с памятью, то есть как бы быть уже пожилым, долго жить, но быть совершенно невменяемым человеком, разве кто-то к этому стремится? Нет, конечно же. То есть не просто долго жить, а счастливо жить. Хорошие отношения, при этом, пришли к выводу исследователи, они не означают безоблачность. Есть пары, им уже за 80 лет, браку несколько десяти лет, они до сих пор ссорились там, как пожилые люди, как мальчики с девочками часто, нет, это ты виновата, нет, это ты виновата. Поэтому они говорят, хорошие отношения, гармоничные отношения, это не значит нет ссор, ссоры могут быть, но важно потом примирение, прощение, вот это ощущение гармонии. Да, бывает ухудшаются отношения, это не то, что у нас всегда все идеально, да не бывает таких отношений идеальных. Есть кризисы и в семейной жизни, есть кризисы и в дружбе, правда же драгоценные. Но когда мы преодолеваем вот это ощущение, что даже если вы поссоритесь, у тебя все равно есть на кого положиться, все равно есть кому доверять, то тогда, это исследователи говорили, эти ссоры не влияют на ваше здоровье. Когда после этого все равно есть восстановление, примирение, и фон вашей семейной жизни, вот этот бэкграунд, это постоянное доверие друг к другу и любовь. Я хотел бы закончить, конечно же, словами апостола Иоанна из первого послания, четвертой главы. Возлюбленные. Одиннадцатый стих, четвертая глава, первая Иоанна. «Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Смотрите, с одной стороны, Бога никто никогда не видел, а с другой стороны, Бога можно увидеть в каждом из нас. Как? Когда мы наполняемся им, соединяемся им, то мы наполняемся чем? Любовью. Потому что Иоанн там дальше и пишет, Бог есть любовь. И когда ты поступаешь по любви, проявляешь любовь, тогда Бог в тебе виден окружающим. Об этом пишет апостол. «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». И мы познали, шестнадцатый стих, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступающий в мир и сём, потому что поступаем в мир и сём, как Он. Смотрите, пребывание в любви дарует тебе уверенность, смелость, как написано у нас в синодальном переводе, дерзновение. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящееся несовершенно в любви. Когда порой смотришь какие-то новости, какая-то информация, вы знаете, вокруг нас столько негативного. Люди любят говорить о негативном. Много негативной информации, негативных новостей. И бывает, знаешь, доходишь до такого состояния, что уже начинаешь бояться, бояться жизни, бояться будущего, бояться за всё. Так вот, Иоанн говорит, есть выход из ситуации. И этот выход не идеальная сторона, где нет плохих новостей. Такой стороны не существует на земле. Выход – это пребывание в любви и гармонии со своими ближними. Потому что, что бы ни было, ты знаешь, ты един. Ты скреплён вот этими невидимыми связями в духе, душе и теле. И поэтому, да, есть сложности, но для кого-то сложности, как страх, ввергающий их в депрессию. А для тебя лишь временная проблема, которую ты преодолеешь обязательно. Потому что в тебе любовь. А в любви нет страха. Будем любить его. Потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, что любящий Бога, чтобы любящий Бога, чтобы любящий Бога, чтобы любящий Бога, скажи ближнему, чтобы любящий Бога любил и сестру. то есть, знаете, то, к чему пришли исследователи самого долгого эксперимента в истории, научного эксперимента в истории человечества, исследователи Гарвардского университета, об этом сказано в Священном Писании. То есть, эта истина была известна за тысячелетия до исследования. Возникает вопрос, а почему же этой истиной так часто пренебрегают? Не просто люди там где-то, здесь даже, в церкви. Почему мы с вами так часто этой ясной истиной пренебрегаем? Потому что, вы знаете, мы настолько сегодня с вами нацелены на быстрое, легкое решение проблем. Нам нужны что-нибудь, какие-нибудь новые медицинские лекарства, чтобы моментально раз и поправился. И мы хотим что-то вот такое легкое и быстрое. А отношения, в них же нужно вкладываться и вкладываться постоянно. Их же нужно строить и строить всю жизнь. Люди не хотят этого. Лучше какая-нибудь быстрый выход, быстрая таблетка. Бог тебе не просто хочет здоровье дать, Бог хочет всю твою жизнь изменить. Чтобы ты был не просто угрюмым и здоровым, а был счастливым человеком. Был блаженным человеком. Поэтому вот я вам процитирую вывод директора и куратора Гарвардского исследования по развитию человека Роберта Волдингера, который сказал всего одна фраза. Послушайте, после всех этих десятилетий мы пришли к выводу, что лучшая и счастливейшая жизнь у тех, кто сделал ставку на отношения. И весь вопрос вкладываешься ли ты в отношениях. Хорошая жизнь строится на хороших отношениях, потому что по большому счету счастье это любовь. пребывающий в этом пребывает в Боге, а пребывающие в Боге пребывает в блаженстве. Бог есть любовь. Поэтому никогда я уверен, онлайн служения в виртуальной церкви не смогут исполнить то, что может сделать конкретная община, где мы можем ссориться, научиться прощать, может быть переходить через сложные периоды, научиться быть милостивым друг к другу, любить друг другу, потому что мы видим в нашем ближнем Христа. Он может быть не идеальный, но в нем тот же Христос, тот же Дух Святой, что и в нас. И поэтому мы любим ближнего, как самого себя. Это важно и в семьях, и на домашних группах, везде, потому что в этом секрет. Здоровье, Долголетие и счастье. Давайте, сидя, просто еще раз возьми ближнего, просто почувствуй теплоту руки человека. Вы знаете, так важно осознать, мы здесь не только, чтобы вместе попеть, мы здесь не только, чтобы вместе послушать очередную проповедь, мы здесь, чтобы ощутить и духовно, и душевно, и физически единение с телом Христовым, с Божьей Церковью, которое есть столб и утверждение истины, как написал апостол Павел. Вы знаете, давайте сделаем такую вещь. Вот закрой сейчас глаза. Всемогущий Господь, спасибо тебе за каждого человека, который здесь сейчас находится. я верю, Бог, что ни один здесь не случайен. Каждый из нас любим тобой. Я молю, мой Бог, чтобы мы могли развиваться в отношениях с тобой и в отношениях с ближними. Ты принимаешь наш дар, нашу жертву, только когда мы в мире с ближними своими. Только такое служение нужно и угодно тебе. Только такую жертву ты принимаешь. Ты не принимаешь жертву из рук обиженных, разгневанных, недовольных. Часто наши молитвы не доходят до небес, потому что мы говорим ее из нашего эгоизма, из нашего агрессии какой-то. я молю, мой Бог, исцеляй отношения между нами. Исцеляй отношения в семьях. Исцеляй отношения в домашних группах. Исцеляй отношения между ближними, Господь. даже когда мы чувствуем себя несправедливо оскорбленными, униженными или даже преданными, нет ничего, что не могла бы простить сила твоей любви. Я молю, наполни твоей любовью. Дух Святой изливается в сердца нашей любовью, чтобы мы прощали, были милостивыми и поэтому блаженными. несли мир, были миротворцами и поэтому были блаженными. Боже, если кто-то чувствует себя оскорбленным или оставленным или преданным, и из-за этого он ожесточился и стал одиноким, исцели его сердце сейчас. Ты же нас прощаешь несмотря ни на что ты любишь нас и твоя любовь должна быть в нас. Любовь безусловная, всеобъемлющая. Наполни твоей любовью. Исцели семьи, в которых долгое время возможен конфликт. Исцели, Господь. Исцели, Боже, Исцели сердца тех, кто, возможно, обижен на кого-то в церкви, на какого-то, может быть, лидера, служителя. Исцели, Бог, Исцели, Господь, нас. Исцеляй, Исцеляй. И я молю, Боже, особенно за людей, которые чувствуют себя внутри глубоко одинокими. Исцели, Бог, их, кто глубоко одинок в семье или среди друзей. Исцели, мой Боже, пускай уйдет всякий грязь, всякий мусор, всякий хлам, который перекрывает этот поток любви, течь через нас и к нам, чтобы мы были свободны дарить любовь и принимать любовь, чтобы мы были открыты, Господь, быть благословением для других и сами принимать благословение от других. В этом и есть секрет единения церкви, в этом невидимом единстве, в единстве, которое не исчезает, даже с окончанием нашей физической жизни здесь на земле. Единство, которое продолжается, потому что оно вечно, все прекратится, а любовь пребывает вовек. Пророчества прекратятся, языки умолкнут, а любовь пребывает вовек. И я молю, мой Бог, чтобы мы пребывали в Твоей любви и любовь пребывала в нас. Когда в любовь в нас, тогда дыхание вечности ощущается в церкви. Я молю, мой Бог, чтобы люди, приходящие сюда, ощущали эту атмосферу вечности, атмосферу Твоего присутствия здесь. Не просто в музыке, в профессиональных певцах, музыкантах, проповедниках, а в каждом из нас, ведь каждый из нас клеточка Твоего тела нужная и важная. Каждый из нас дорог для Тебя. И поэтому нет людей, которые для нас не должны быть дороги, ведь Ты любишь каждого. Я молю, чтобы в нас были те же чувствования, что и в Тебе, Христос. Сора, Роман, Декей. Халлилуйя. Наполни, чтобы церковь была настоящей семьей. Это был настоящий дом, где бы нам было хорошо не только воскресенье, чтобы мы могли здесь собираться, встречаться, общаться, служить друг другу во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. В чем-то, возможно, нам нужно покаяться, какие-то вещи нам нужно оставить. Дай силы, Боже, сделать это. Не упрямиться, не бороться, Господи, с Тобой, а быть смиренными. Если такова воля Божья для нас, мы смиряемся перед Твоей волей, мы принимаем Твою волю, Боже, чтобы ушла наша борьба с небом, потому что, когда мы боремся с ближними, мы с Тобой боремся. Да будет благословенно рука человека, который мы сейчас держим, жизнь человека, сердце человека, судьба человека, который рядом с нами. Аллилуйя, Иисус. Я молю, чтобы церковь наша была местом счастливых людей, чтобы здесь собирались счастливые люди, потому что это любящие люди, любящие тебя и любящие ближнего, чтобы церковь была местом радостных людей, здоровых людей, наполненных миром, гармонией и верой. Когда мы живем в единстве с Тобой, то нет ничего, что мы не могли бы простить. Когда мы в единстве с Тобой нет никого, кого мы не можем благословить, кого мы не могли бы любить. И чем больше в нас Твоей любви, тем меньше страха в нас, чем больше в нас в Твоей жизни, тем страх уходит, нервозность уходит, неудовлетворенность уходит. Потому что наша удовлетворенность не в наших достижениях, не в наших успехах, не в количестве денег, не в том, насколько мы знамениты или известны. Мы счастливы. То, насколько в нас много Твоей любви, насколько у нас крепкие отношения с нашими ближними, родными, друзьями. Благослови, Господи. Благослови, Господи, Иисус. Исцеляй сердца, и пускай через это внутреннее исцеление приходит и физическое исцеление. Прямо сейчас касайся, здоровье да придет. Жизнь в каждую клеточку тела. Когда уходит внутреннее напряжение, уходит внутренняя проблема, когда уходит страх из сердца, тогда приходит здоровье в наши тела. Исцеляй сейчас людей. Даже когда врачи разводят руками, врачи бессильны, ты всегда силен. С Тобой, Боже, невозможное возможно. С Тобой невозможное возможно. невозможное людям. Всегда возможно Тебе, ибо Ты Творец. То, чего мы никогда не можем достичь сами, мы можем достичь в единстве с Тобой, в гармонии с Тобой. и пускай этот живой поток через каждого из нас изливается к нашему ближнему. исцеляй наш дух душу тела. Да будет наш дух душа и тело в здравии, в целостности, как сказано у апостола Павла, в целостности, цельными, здоровыми, неповрежденными. Аллею Иисусу, исцеляй Иисусу. Совершай чудеса во имя Иисуса в наших сердцах, в наших телах, в наших душах, в наших семьях. во имя Иисуса. Я молю, мой Бог, коснись людей, которые смотрят онлайн. Особенно, Боже, я молю, коснись тех, кто смотрит онлайн по причине одиночества, кто, возможно, разочаровался и перестал ходить в церковь свою, в каком бы городе он ни жил, в какой бы стране он ни жил, коснись его там сейчас во имя Иисуса Христа. Коснись этого человека. Исцели его, Боже, чтобы пришел мир, жизнь, чтобы он простил всех, кто его обидел, вольно или невольно. Исцели, Боже, раненое сердце, Исцели этого человека, который там сидит и смотрит, Исцели во имя Иисуса Христа, Исцеляющая сила Духа Святого. Аллилуйя, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты сейчас совершаешь. То, что Божье сейчас происходит в невидимом мире, отображается в видимом. Ибо из невидимого происходит видимое. Спасибо Тебе, Господь, Иисус. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...